семейные обстоятельства и их влияние на призыв на срочную службу в армию друзья всем привет на канале службы защиты призывников меня зовут ангурян алексей в этом видео будем с вами разбирать и какие же есть семейные обстоятельства для того чтобы как-то или получить отсрочку или вообще в армию пойти так что если тема это для вас актуально если в целом хотите понимать есть у вас такое право нет у вас такого права то обязательно смотрите это видео до конца если появляются вопросы то задавайте их итак давайте с вами сразу к теме хочу сказать что по большому счету вот это все у нас регулируется двумя статьями федерального закона воинской обязанности 53 закон который думаю вы уже про него слышали может быть кто-то читал и я сейчас как раз расскажу где это взять как это посмотреть если вдруг вы потом еще хотите почитать прям сам закон да мы с вами сейчас все эти пункты разберем чтобы у вас уже не было никаких сомнений как бы есть у вас право нет такого права но если все-таки эти вопросы возникнут то записывайтесь на бесплатную консультацию ссылка есть в описании под этим видео можем и по семейным обстоятельствам вас проконсультировать и по здоровью по всему всему все что связано с призывом на срочную службу в армии это бесплатно так что обязательно воспользуйтесь если вопросы есть всем рекомендую итак друзья смотрите на самом деле эти две статьи это 23 и 24 статьи вот этого самого федерального закона воинской обязанности давайте сейчас прямо с вами зачитаем начнем по порядку с 23 статьи статья называется освобождение от призыва на военную службу граждане подлежащие призыву на военную службу освобождение от исполнения воинской обязанности вот так называется у нас статья и здесь есть второй пункт да есть там первый но у нас в данном случае не касается есть второй называется он право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане дальше там подписано именно право на освобождение то есть это не значит что они обязательно будут освобождены равно право у них такое есть и тут по сути всего два таких подпункта первое это те кто является сыновьями либо родными братьями военнослужащих проходивших военную службу по призыву и погибших да во время службы это косо но не только по призыву там и военные сборы и все такое там в общем любые исполнения своей воинской обязанности если человек вот при этом именно погиб то тогда вот его родные братья или сыновья имеют право в армии не служить и вот второй пункт касается там умерших вследствие увечья ранения травм всего такого а то есть все это связано с тем что человек погиб при исполнении своих обязанностей военных на служебных вот это что касается нас 23 статьи то есть по этому пункту можно если там конечно я желаю чтобы у вас такого не было но если такое там есть такие обстоятельства то вы имеете право в армию не пойти теперь идем более обширному моменту это 24 статья это отсрочка от призыва граждан на военную службу вот вообще 24 статья должна быть наизусть известна каждому призывнику кто хочет так или иначе отстаивать свои права военкомате потому что здесь очень и очень много полезного и лучше бы это понимать что там написано то есть как минимум прочитать и ну понимать да и сейчас мы с вами пойдем именно к тем пунктам которые у нас как раз относятся к семейным обстоятельствам различным и смотрите это первый пункт именно отсрочка призыва на военную службу предоставляется гражданам то есть смотрите здесь уже нет такого пункта как право на отсрочку потому что допустим 24 статье есть еще второй пункт он касается отсрочек по учебе различных это именно право на отсрочку по обучению имеем граждане то есть человек может если хочет допустим учиться человек на дневном отделении имеет право на отсрочку но можно от нее отказаться и пойти в армию например да а вот если у человека есть какие-то семейные обстоятельства по которым у положена отсрочка то отказаться от нее не может также как например от отсрочки по здоровью если человеку положена отсрочка по здоровью или по семейным обстоятельствам, то он от нее отказаться не может. Это как бы, тут выбора никого не предоставляется. Значит, просто будет отсрочка и все. Никто тебя не спрашивает. И смотрите, здесь давайте по порядку пойдем. Есть пункт. Отсрочка предоставляется занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре. Вот, друзья, такой длинный пункт, о чем он нам говорит. Что здесь важного? Да, есть. Что эта отсрочка будет дана только, если вы укаживаете за определенными родственниками, то есть они все тут указаны. Никакие там другие двоюродные братья-сестры, даже если вы единственный человек и они вам очень близки, по закону вы на это право не будете иметь отсрочку. Даже если по уму вроде бы надо бы остаться, но нет. К сожалению, законом предусмотрено и никто вас слушать в военкомате не будет. Второй важный момент из этого пункта, что в данном случае у человека не должно быть других людей, кто по закону обязан ухаживать. Допустим, если у вас есть, условно, там родная сестра или там родной брат другой, да, то вы уже, к сожалению, не будете иметь право на такую отсрочку. Вот, тоже, конечно, очень важный момент. Ну и у тех родственников, за которыми вы ухаживаете, должно быть заключение медико-социальной экспертизы. Раньше там у нас были прописаны, что должны иметь там инвалидность определенную, но сейчас это убрали и вот нужно именно заключение медико-социальной экспертизы о том, что человек нуждается в постоянном уходе. Очень важный момент, потому что, ну, не у всех это есть. Давайте идем дальше. Являющимися опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Опять же, речь только про родных братьев и родных сестер, и у которых больше нет тех, кто обязан по закону ухаживать. Да, допустим, когда нет там мамы, папы, нет еще там кого-то старших братьев, сестер. Да, то есть вот, вы единственный тот, кто обязан ухаживать. В таком случае, опять же, если человеку нет 18 лет, да, несовершеннолетним только. Вот, друзья, поэтому важно тоже это учитывать здесь. Кстати, эти пункты, они порой у людей вопросы по ним возникают. Поэтому, если вдруг вы в чем-то сомневаетесь, то вы, как бы, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я вам скажу, что либо в комментариях можете написать, но лучше, конечно, заявку на консультацию оставляйте, переговорим с вами. Ну, вам точно станет понятнее, потому что периодически такие вопросы нам задают. В этом нет ничего зазорного какого-то, да, то есть не переживайте. Следующий пункт у нас касается уже детей, да, например, отсрочка предоставляется гражданам, имеющим ребенка и воспитывающим его без матери. То есть, если нет матери, один отец, то, соответственно, человеку тоже предоставляется отсрочка. Имеющим двух и более детей. Вот, если у вас двое детей, все, как вы можете не переживать, никто вас в армии не призовет. Но, при этом, если вы хотите пойти в армию, то вас тоже туда не возьмут, ну, потому что у нас так закон такой, да. Вы не можете взять и отказаться от этой отсрочки. Имеющим ребенка инвалида в возрасте до трех лет. Да, неважно, там опять же, там есть, там мама, еще кто-то. Вот, если у вас есть такой ребенок, соответственно, имеете, ну, обязаны получить отсрочку. Так, и по сути, у нас остался еще один пункт, который уже практически был сказан, но немного другой интерпретации, да. Это имеющим ребенка и жену срок беременности, который составляет не менее двадцати двух недель. То есть, вот, вот должен там, у нас скоро родиться второй ребенок, и в таком случае тоже предоставляется отсрочка. Друзья, это исчерпывающие пункты, да. То есть, если мы посмотрим, захотите удостовериться, найдете там 53 закон, 24 статью, там все это написано. Вот, я, как я уже сказал, если возникают какие-то вопросы, то обязательно их задавайте, но не стройте иллюзии, пожалуйста, о том, что кто-то сделает для вас исключение. Что, например, как я там говорил, каких-то близких, двоюродных, там, сестер, там, братьев, да, или то, что, допустим, по факту вы, именно вы ухаживаете, допустим, за вашим родственником, там, за мамой, папой, ну, неважно, да, с кем-то из этого списка вот близких родственников. Именно вы ухаживаете, но у вас при этом есть еще, там, допустим, брат или сестра, которые тоже по закону обязаны ухаживать, но они не ухаживают. Вы, к сожалению, здесь тоже не получите отсрочку. Там могут быть нюансы, но надо с ними уже подробно прям разбираться именно в вашей ситуации. То есть, в среднем, если вы просто придете в военкомат, вам скажут, что вы не имеете на это право, собственно, да. Поэтому, если какие-то вот из этих моментов спорных существуют, то обязательно разбирайтесь с этим именно до похода в военкомат. Там вас никто не сориентирует. Вы должны прийти в военкомат с четким убеждением, есть у вас право на отсрочку или нет у вас такого права на отсрочку, иначе просто с большой долей вероятности уйдете служить. Если, конечно, вы прям четко не попадаете под критерии данной статьи. Ну, собственно, на этом сегодня все. Если есть вопросы, задавайте, пишите в комментарии. Вообще, может быть, вы сталкивались уже с такими ситуациями, кто-то из ваших знакомых сталкивался, как они решали этот вопрос. Ушли они в итоге в армию, не ушли они в итоге в армию. Знаете, вот еще вспоминаю тут, у меня, допустим, был одноклассник, но он есть, да, который хотел в свое время пойти в армию, но его вот не взяли как раз из-за того, что у него уже был ребенок, да, тогда еще с одним ребенком, допустим, в армию, не призывали, да, там, пока ему там не исполнится три года, по-моему. Давно уже было, я уже даже забыл, как этот пункт, каким он являлся, да, как он четко там, что у него было написано. Вот, поэтому, друзья, вот помните, что это в одном случае есть право на отсрочку, в другом случае это обязанность ваша, и вы с этим уже никак не поспорите. Ну все, теперь уже точно. Все, с вами был Гурлян Алексей, всем пока.